Утро. Сегодня у нас 10 октября 2013 год. Погода, просто сказать слов нет, замечательнейшая. Сегодня тепло, наверное градусов 20. Сейчас пойдем на пляж. Еще голосок такой у меня после сна. Только-только проснулась. И сразу в окно. Ну, естественно, после определенных процедур. Вот опять же, каждый день повторяюсь на ущелье Трехгор. Насколько красивое место. Это Васильевка. Итак, вот это вот Массандра опять же. Район автовокзала. И сейчас я попробую найти... Ага, а море. А море, а как же море? Никак я не научусь этой камерой. Я все время забываю, что у нее зумы тяну. Я тяну. Настроение просто замечательнейшее. Никогда не думала, что мне будет так легко в Елте. Это впервые за много приездов сюда. Впервые мне здесь легко, свободно дышится. Как будто я никуда не уезжала. А то я как-то отрицала, отрицала эту жизнь здесь. Как-то мне было страшно сюда возвращаться. Сейчас все нормализовалось. Слова тебе, Господи. Вот море видно. Красивующее черное море. И вот это от района автовокзала уже. Так, сейчас я буду искать Галюську. Ее дом. Итак, я с ее дома снимала. Так, где-где-где-где-где-где-где-где-где-где? По-моему, вот это вот ее дом. Очень похоже. Может, нет. Сейчас надо сосредоточиться. Или вот этот вот ее дом. Нет, нет. Там у нее балкона нет. Нет. Ну, не важно. Ладно. Это уже не важно. Итак, сегодня опять подружки. Пляж обязательно. Набережная. Кофе на набережной. И так далее. Красота. Что там у нас со снегом? Снег сошел. Снег не выдержал. Тепла и сошел. А, может быть, мы сегодня на Апетре еще поедем. Мы еще не решили. На Апетре ехать, конечно. Там такой серпантин. Там просто выкачает. Я давно по таким дорогам не ездила. И просто выкачает и укачает. Не знаю, навряд ли. Ну, градусов 20 сейчас на улице есть. Очень тепло. Такой легкий ветерочек. Приятно. Ну, все. Вот и все. Это я седьмого этажа. И вот там моя квартира под Азиатом. Чуть-чуть выше. На два этажа. Так хорошо жить в одном доме с ребенком. Когда я здесь жила. Бежит сентра Данька ко мне. Или Галя. Или я к ней. Как бы вместе. И все равно в разных квартирах. Ура. Красотулька не успела снять. Он так хорошо лежал. Головочку на парапетик положил. Ли-ка девочка. Тепло ли тебе девять? Тепло ли тебе красное? Галюски на окно. Это вот целое ведро вчерашних грибов. Вот тут беленький грибочек. Уже все высушено. Галюсечка. Мгновенно. Это гири. Это мы с утра таскаем, да? Качаем мышцы. Ну да. Посмотри. Когда муж очень любит свой жилон, я покупаю гири. Жилон была деликатная, изящная. Ужас какая ты. Да по 16 килограмм. Красивая. Ну я могу поднять ее. Тихо-тихо нам еще рожать. Прекрати. Раз, два, раз, десять. Положи. А это знаете для чего используется? Для чего женщина используется? Не для подкачивания мышц себе. А как деловая женщина. Смотрите. Куда я использовала цистулья? Вот здесь веники. Для баньки. Видишь, дубовые. А, понятно. Я их заворачиваю. И? Вот. А можно меня так, чтобы я похудее стала? Нет, за их обереги. Ты же плоская будешь. Я буду с гири спать. А круглые стыженские куда денутся? Плоские женщины тоже некрасиво. Смотри. Вот это не подпередобно просовывать будет. А, ну да. Ну в любую гаду попадет. Вот. И все. И они плющатся. 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 Силачба була. Поднял четыре стула. Нифига. Плоские хорошенькие для баньки. Почему грибы до этих пор не доделывают? В чем дело? Это ж макабикеса. Еще на одну засушку мне некуда было. Я их обработаю. Я перемыла их все. Порезала тоненько. Выложила. Вот они всю ночь. Он немножко еще засушил. А когда ты спать вчера легла? В одиннадцать. А сколько мы легли? Нет, вру. Позже, наверное, часа в два. А это у нас? А это? На букухой. Слушай. На букухой. А что ты с ним делала? Захожу в магазин, Люда. Я вымачивала их. Мыла, вымачивала. Они чистенько же. Захожу в магазин, продавщица, спрашиваю. Думаю, чтобы на рынок не ехать, на рынке-то есть хрен. А вот в магазине, хороший магазин, я говорю, хрен у нас есть. А она смотрит на меня и говорит, есть. Я думаю, о, счастье какое великое, я сейчас куплю хрен. А она мне говорит, ну, он дома. Я себе представила, там у нее приусадебный участок, хрен растет. Потому что в прошлом году хрена вообще не было. Продажи не было. Искали. А она мне говорит, на диване лежит выходной сегодня. Я так смеялась, я говорю, что вы подняли мне настроение. Ну, пришлось пипочку поставить на рынок, он купил хрена. А это будет уже и на грибы, и на грузди. А что ты с ним сделал? Чтоб дома на диване не лежал на рынок. А смотри, это он вымытый, чистенький уже, да? Ну, ты же вымачивала где-то? Я его вымачивала, вымачивала, мыла. Ну, в миске, да, сутки. Он, во-первых, набирает немножко воды. Он не сильно набирает, он волокнистый, поэтому он... Чтоб тереть его потом нормально, пипочки, было с маской на лице. Или с противогазом, по-другому никак нельзя. А его нужно натереть в аджику добавить. Потому что глаза режет, да? Ужасно, в нос бьет. Короче, у кого насморк, бронхи, прочистим. У кого какие-то проблемы болезненные, да? Надо тереть хрен. Хрен, потрите, который на диване лежит, тоже поможет, если он хорошего потеряет. Слушай, Люда... В каких местах? Вот в тех местах и потереть, которые на диване лежат. Оно помогает. Вот это я почищу корешочки, да? Я их высушу. Потому что капуста засолка хреном переложится. Она ядреная такая получается, хрумкая. Только не переборщить, да? Чтобы она горечки не давала. Ну, в принципе, в кислоте она не дает горечки. Вот. На аджику добавить. А потом остатка у меня много остается. В принципе, от жадности купила, да? А остается. Я потом его режу, 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 подсушу на сушке. В пакетик сложила. И где-то он используется в хозяйстве уже. Ну, короче, понятно. Вот этому шмала. А это то, что ты вчера... Это что, мы вчера, я уже варенье там варю. Я что, с яблочек сварила. А это, как оно называется? Это тоже вчера. Терн. Это тоже вчера. А жменьку нарвали? Не хотели рвать, а колючие кусты. Я говорю, Коля, давай жменьку нарвем. Почему? Он дает обалденный вкус, такой изюминку и цвет. Вот кто хочет добиться капотика, жилетом, чего-то вот такого, даже, малинового красивого цвета. Вот, 10 штучек бросил, да? Уже такое варенье будет. Это вообще бомб. Я помню, мы его в детстве ели. Подожди, я же тебе покажу. Давай, что-то вот. Ну, да. Сейчас я тебе покажу. Это что-то уже новое. Зайчик, это вчерашние яблочки. Это позавчерашние яблочки. Это позавчерашние яблочки. А ты еще вчера сделала. Да, я вчера, которые принесла, я их уже поварила. А, ты вчера яблоки, ты... Да. Это после тех яблок, это уже точно вчера. Вот у меня получилось баночку. И оставила покушать. Я спросила, во сколько ты легла спать? Это ты все успела, и грибы почистите. Ну, Коля помогал, мне еще не одна. Я же замужем. Все, давай, Галю, сядите. Подожди, нам Галя сказала, что ты делаешь кофе с сердечками. Сейчас он сделает. Пошли, я покажу. Подожди, подожди, процесс. Уже были, были, уже затянулись резкочкой. А вот сердечко, вот сердечко, вот сердечко. Вон сердечко маленькое. Нет, сейчас она отнесет. Она волкотка. Ой, какая стена. Они реально формируются. Они вообще волшебники. Коля волшебник, Галя волшебница. Люда, я тебе покажу. Моя Галя только учится. Иди, иди. Пошли, иду, иду. Иду, 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 иду. Извиняйте, что не идеальный порядок. А я вижу. Вот это мушмала с рябиной. Смотри. Это я чуть-чуть проварила. Она жесткая очень. Вот это рябина, а вот это мушмала. Это наша крымская рябина. Ну да, я знаю. Это вчерашний лесной добыча лесная. Тоже вкусно. А, во-первых, аромат какой, да? А как смотрится красиво. Яблочки какие-то. Не надо, я сейчас не могу. А аромат. Хотя бы ложку. Аромат занят. Аромат. Представляешь? Бомба. Это вчерашний? Мы в Испании были, да. А это вчерашний. Это кто? Господи, это же эти. Вот вчера я приезжала от восторга. Как они, скажи? Ну как они? Опятки. Смотрите, какие красотки. Смотрите, какие красотки. Ты их уже проварила с лесотечками. Уже в маринаде они стоят. Только я вчера это ночью сделала, да? А у нас тут что варится? А здесь икра варится. Еще икра. Ну да. Мы вчера банку съели. А, вот ты смотри, банку съели. Вовчику банку дала. Ой, горячо. У вас упало. Вовчику банку дала. Мы делимся. Вовка мне свою, а я ему свою. Вот сейчас закипит, по баночкам простерилизовала. И все, и укутала. Какая у меня, господи. Смотри, какая. Ой, ой. Ну она же вкусная. Как уже не купишь. Ты говоришь каждый день, как вам повезло с женой? Я ему говорю, как тебе со мной повезло. Боженька, какой же ты счастливый. А он тебе что в ответ? Что тебе Господь меня послал. А он говорит, а он мне в ответ говорит, господи, как же тебе повезло, что Боженька мне тебя послал. Ну короче, нам повезло. Как хорошо, как он хорошо, я думаю, он про себя скажет. А он именно сказал, мне тебя послал. Вот, а вообще на самом деле, знаешь, как это труд. Семья это труд. Это постоянный труд, не друг друга воспитать, да, а себя переделать, друг другу помочь. Это сто процентов. Я когда тренинги провожу, как вам так удается, как удается, работаю. Люблю, работаю. Я тебя обожаю, моя ты красавица. Я обожаю, у меня авария, дай что-нибудь кастрюлю большую. У меня все вылилось. Что мне тут? Кофе? Вот это вот, желтый. Что-то что ли вылилось? На вот это выкирали. Как я удивительная, на себя это сделала. Ага, ты беленькая сегодня. Ох, все, какой яркий, все, посмотрите. Не, не, я уже все не подошу. А ты знаешь, какой? Это вафель. Мне придется покупать еще дополнительный билет в самолет, я же не влезу. Влезешь. Ваша еду. После культового массажа. Опять есть. Будешь такая худая, этот, худая, как я. Ну, я бы хотела. Прелесть, я прям хотела доходиться. Нет, на самом деле, так у меня муж любит худых. Он все время мне говорил, что я толстая. Он тебе такой говорил? Говорил, говорил. Он мне подарил штаны и говорит, ой, вот они как раз на тебя. Потому что они как бы на полную женщину. А я весила тогда где-то 61 килограмм. У меня вот эти костяшки торчали, коленки. И я вот как-то стеснялась. Я думала, как бы мне лечь так, чтобы бедро округлое было. Ну, как любая женщина. Ложишься и думаешь, не торчить. Комплексов навалом женских таких, да? Было в свое время. И я думала, как бы так лечь, чтобы это все округло, красиво, не плоско. А сейчас думаю, господи, где мои 17-летние, где моя фигурочка, где моя диколерка Оля-Вася-Шурочка. 18-летние позавидуют, нифига себе. Ну, на самом деле завидуют. А я советую так, не завидуйте, радуйтесь. Чему? Вот я за тебя рада, что здесь все хорошо, что у тебя прекрасные дети, что ты живешь, радуешься жить. Я за тебя рада. Слово «зависть» — это белое чувство. А зачем ты их накрываешь? А это как вторая идет обработка термическая. Обработка, да. Это уже гарантия, что они будут стоять. Я не перевариваю, всем советую, не переваривайте, не добивайтесь того, вот они мармеладные должны быть, желейные. Если, вот у меня мама по старинке, да, варит шубах, черное было. Я говорю, зачем? Она говорит, хранится хорошо. Я говорю, а что ты его хранить собираешь? Да. Мы вот, люди задавали вопросы, да, после ролика. А что, неужели это съедается за зиму, да? Ребята, практически все съедается. Тем более, столько друзей. Да, друзей много. Каждому баночку с собой дать. Потом какие-то праздники начинаются. У нас уже полный холодильник, что-то гали за эти дни понадобало. То-то-то-то съели, друг другу мы делимся. Лиля придет, говорит, ой, у меня такая икра, я говорю, тащи. Она мне икру принесла, я ей там свое что-то дала, да. И у нас получается ассортимент такой, да, все есть на любой вкус. Вот, и плюс детки, плюс друзья. Инночка сейчас приедет, мы раз отправили туда, она там подъела, подъела, сейчас звонит. Я говорю, Инна, все, приезжай, я тебя затарю. Потому что она в прошлый раз без машины была, сейчас на машине они приедут, цинесы. Все, я что-то туда передам. Ну и, короче, вот так и живем дружно коллективно. Поэтому, у кого не хватает коллектива, к нам в Ялту. Приобщим. Да, как спит. Головушку положили. Все, давай, сейчас будем. Красота уличка. Да, ты чел. Галя звонит и говорит, мама не застучилась за Америкой, а не хочет на родину попасть. Она говорит, вы что, хотите ее уже домой отправить? Нет, приглашаю в Макдональдс. И вот мы стоим у Макдональдса, и вот какое море шикарное, и как качаются яхты. Аж не могу, аж да не могу. Аж да не могу. Аж сердце тронуло связать такую красивушечку. Вот под мой лицем. Боже, какая прелесть, какая хозяечка. Супер. Так целый день. Да уж, да уж. То лень позвонит, то тюлень. Все, ты прям закручиваешь, да? Нет, я вот так прикрываю, сейчас чуть-чуть водички заберу. И вон в духовку ставлю, там простерилизую, недолитое, да? Просто накрытое. А в духовку ты не на сильный же огонь ставишь? На сильный. А как же оно не лопнет, Галь? Я бы никогда не додумалась до этого. Во-первых, я горячая. А потом ты закручиваешь прямо там же, да? Нет. Ну, в смысле, достаешь? Там же туда не влезешь. Нет, ну, потом достаешь, вот это горячее закручиваешь. Достаю, да? Вот рассол. И под крышку, вот, чуть-чуть, немножко в чайной ложечке, немножко этого. Уксуса. Вот, просто прикрываю. И вот так вот ставлю. Вот ты сейчас увидишь, какой-то кипет. Кипеть будет там. Новый метод. Вот это да. А иначе ж одуреешься. Стерилизоваться. Так не честно. Ну, куда? Ну, это опять есть шуба. Опять есть! Руки золотые, оливье, целое ведро. Это ж этот, в лес готовила. Мы ж не взяли, я ж забыла это. Хорошо, что забыли. Ты это не говори. Ну, ты боишься. Это шуба еще красивее, чем вчерашняя была. Ну, я же одновременно ее сделала. Ну, а я уже не люблю, когда она вот так вот обветривается. Ну, в холодильнике стало. Сейчас все, придется есть. Не надо чувствовать себя. Мы тебе оставили ровно на 4 часа. И за 4 часа ты вот это опять наваляла. Не, вот эти стояли у меня. А это икра, да? Вот эти. Да. Ну, тоже ты вот мешала сегодня. Ну, я же вечером ее делала, а сегодня закатала. Ну, ты сегодня мешала. Это вот повторная стерилизация, получается, вот так вот упаривается. Вот тогда в сутки будет горячий. Вот и стоит. А салат оливье по галиному рецепту мы едим с сухариками. Ну, это, скажем, как вкусно. Этот, господи, какой салат? Ну, много салатов делают с этими. Цезарь салат тоже с сухариками. Галечка, там тысячу вопросов, чтобы Галя делала свой канал. Будешь делать? Да, буду. Благодаря тебе. А я при чем? Здрасте, тебя люди просят. Ну, у меня канал, Коля там сделал, муж, да, Николая Староженко, он сделал канал. Но он не регистрируется на 2 человека. Поэтому фотография там наша глава. А зачем на 2 человека? Ты прямо на его канал загружаешься? Да, Роженко, да. А я буду на его грузить. Прям на его канал Коля уже есть. Я сегодня даже ролики просмотрела, там с внучкой, это, господи, с ребятами, с тренингами. Очень много хороших вещей. Вот хочется поделиться этими вещами со всеми. И я благодарна всем, кто пишет, все прочитала, в восторге. И я прямо под этим видео внизу поставлю Колин канал. То есть там уже следите дальше. Когда выставится, тогда выставится. Так что Люда таким заскучалась до меня, я поняла, что нужно что-то делать. Нужно, нужно, нужно. Я тебя буду смотреть, засматриваться. Спасибо. И Колин и все пересмотрела. Спасибо. В стекле, да, оно же все для термической обработки. Вижу, вижу, вижу. Вот сделай поближе, да, он кипит. Вот я ставлю, сейчас поменьше сделаю. Вот 125, 150, это я нагревала духовку, чтобы не в холодную ставить, потому что я горячее наливаю. Ну, каждая сообразит уже хозяйка. Вот видите, оно кипит. Вот все овощные, все, все эти. Потом я достаю, у меня немножко рассола осталось чуть-чуть, да. Это долить доверху банку. Поднесла точек, стали, потому что вот капнет, капнет, оно горит, поэтому я этот противень. Ну, а потом, когда ты закручиваешь процесс, потом ты добавишь... Потом я вытаскиваю его чуть-чуть, чтобы до полной крышки было заливки, да, и чуть-чуть капаю, буквально, ну, одну пятую часть капли буквально вот уксуса, да. И крышку и закручиваешь. Да, крышку и закручиваешь. Ну, ты будешь присутствовать при этом быстро. И все. И вот они вот здесь у меня сколько по времени им не надо, они здесь стерилизуются. Все. Уникальные. Если бутыль трехлитровая, да, вы на ней сопускаете тоже можно, ну, что угодно. Первый раз такое вижу, честно. Я когда-то занималась этим. Это меня, этот, Лилечка научила, Романенко. Век, живи, Век. Она в духовке, она говорит, а что ты не в духовке, а я в воде. Да, да, все же в воде, да, да, да. Ну, по старой памяти, знаешь, обращу. Заливать, кипятить эти банки. Она говорит, что ты в духовку, это такая, духовка, что ты в духовке не пользуешься. Я говорю, как? Она говорит, я стерилизую в духовке. Ну, первый раз стерилизовала, у меня масло через верх выливалось, все горело, я тут мыла, и думаю, господи, не хочу. Потом я сообразила, как мне нужно делать. Во-первых, не доливать банки где-то сантиметры, если жирное что-то, да. Ну, там бывает что-то с растительным маслом, да. Вот. И поэтому не доливать, но я ставлю лишнюю банку на стерилизацию, а потом с этой же банки стерильной я докладываю тех до полной. Как бы вот так вот. И все, и оно не выливается, ничего. Ну, как мне где-то там противень и все. Так что делюсь секретиками. Уникам. Уникам, Галина, ты уникам. Маленькие хозяйственные секретики, вот со мной тоже поделились. Ну, фига себе. Поэтому, как это, передать дальше. Короче, ты должна делать кулинарный рецепт, это сто процентов. Ну, кроме всего остального. Ну, первый кулинарный рецепт. Все. Ждем, что я тоже жду, я буду ждать. Не хлебом единым, сын человек, да? Ну, это ж... Вот. Без хлеба тоже плохо. Да, хорошо. Все. Обещаю. Обещаю. Клянусь. Обещаю. Торжественно клянусь. Всем клятвенно обещаю. Не, не клянись. Всем обещаю просто, буду делиться. Ура. Всеми рецептами. Ура. Спасибо. Да будет так. Давай. Колечка. Ти-ти-ти-ти-ти. До свидания. Спасибо большое. Пока. Ну, раз у вас больше ничего нет. У нас полно из людей. Спасибо. Спасибо, моя хорошая, еще раз. Коля мне сегодня такой энергетический массаж каждый день. А Галюся меня просто это... Околдовала. Околдовала. Околдовала, вернее. Все, радость из меня, все, очистила, обмыла, все. Я теперь новая. Пошла спать новая. Да. Все, спасибо большое. Спать будешь. Люблю, целую. Конечно, конечно. Все. Все, Виталий, до свидания. Счастливо. Ти-ти-ти. Ти-ти, зачем она тебя снимает? Так, а теперь мы практически в Флориде. Вот у нас сколько кактусов. Да, да, да. Каких угодно. Потек немного. Настоящая Флорида. Да. Не, опухла от этого. Красота какая. Я его так прислонила к стене, как бы надо сейчас новый горшок, его посадить. Это ж сколько лет надо все это собирать. Чтобы он держался. Ну, до фига. Потому что они его сильно, конечно, увели. И шведскую стенку завалили. Вот так вот. Вот так. Повесили все на шведской стенке, и она вот так вот рухнула. Do you speak English? Ага. Нет. Лена преподает английский язык. Do you? Do you, do you. Но не сильно. Мне говорят, do you, do you, do you speak English? Do you, do you. Сережа, жена, жена преподает английский, тебе до сих пор не преподал? Ничего себе. Перепродала. А вот какой красивый тут Ниагорский водопад. Только для нас. Время спать. А мы сидим. Для нас еще не время спать. Ну, конечно, дети же не дадут спать. Дети еще лучше. Красиво. Ой, как, как. А подними глазоньки. Ой, ты же моя красавица. Ой, ой, какая. Лен. Ты можешь открыть дверь, она сейчас зайдет. А ну давай. Иди-ка, иди-ка скорей-ка. Мамочки, мамочки. Селиза. Она спать пошла. Кукушечки. Глянь, девчонки балуются. Мои вы красавицы. Галя, тебя не-не-не-не-не-не. Не. Не. Пошла на улицу, ладно. Не буду вас смущать. А на улице ничего не надо. Нет, там я же... Там же я вот уже вижу луну. Нормально. Я же закаленая. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Какая луна. Арина, иди учи стихотворение. Прочитай уже работаю. Арина и Василиса, детки. Прости кучи ду. Продук учи. Галина. Ради. За деревом слуха видно. Не говори. Ага, если вот так вот я встану. Ага, я просто неправильно встала. Ладно. Бог с ним, где-то там вот наши дома на горе. Вот так вот, ага. Ага, ой, она красавица какая. Молодой месяц. Воспитательный процесс пошел. Там. Ариша у нас в одной группе. У них сильная учительница. Домашнее задание по английскому языку включает в себя три строчки дневника. Не одну, три. Да, вы знаете, что на английский строчка пошла. И дальше вам еще остались пустые строчки, да. Она там дописывает еще три строчки. Значит, три упражнения прочитать. Одно из них выучить наизусть. Там большой текст на чтение, да. Выписать слова в тетрадь по строчке каждого. Слова из перевода на транскрипции. И шинодиктант. Шинодиктант. Шинодиктант каждый урок на диктант. Зачем? Вот это мы делаем каждый урок, да. И учительница заболела. И другую в первую группу. Магазин водит. Кошка. Кошка ходит с тобой в магазин. Да, да. Идет рядышком медленно. Но я стараюсь рядом с ней идти, да. Иду в магазин, она сидит, как собачка под магазином. Ждет меня. Я выхожу из магазина, говорю, Муська, пошли. А если захожу во второй и забываю, она в миску стремляет. Идем вместе, да, идет. И миску. Расскажи, как она миску выдвигает. Заходит на кухню, сразу миску выдвинула. Да, заходит. О, вот она красавица. Типа, не забывайте, что я же тоже с вами живу. Да. Я действительно миска. Подошла в миску аккуратненько выдвинула, поела. Я говорю, Муся, задвини назад. Нет. Красавица, какая девочка. О, смотри. Мама, моя рыбачка. Где-то коленом ударила. Чем? Ходи, маму, пожалей. Ходи, маму, пожалей. Коленом. Но мамочка должна пожалеть. Тут не столько ударилась, сколько мамочка должна пожалеть. Ой, я не... На день по 150 раз. Ну, поэтому и хочется, что мама обняла, поцеловала, приголубила, да? Мусечка, иди сюда. Мала меня в этого. Спасибо.